Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга. Надо вспоминать счастье. И жизнь означает отношение сердец. Жизнь не означает наслаждение друг с другом, отношение сердец. Что я хорошего знаю про близкого человека? Надо взять листок бумаги и записать плохие качества характера мужа. В чем он плохой? И потом записать, в чем он хороший. И потом помолиться и переписать бумажку. И вы увидите, что он хороший стал больше, а плохой — меньше. И так каждый день плохого будет уменьшаться, хорошего будет уменьшаться. И потом, когда вы утвердитесь в том, что он хороший, утвердитесь в том, что он хороший, знает, что произойдет? Он начнет становиться лучше. Потому что если корову поливать целлофаном, этим бензином, она будет выдавать, то есть салфанными пакетами кормить, она будет выдавать бензин. Так и мужа, если поливать его плохими чертами характера, то он станет хуже. Понимаете, о чём я говорю? О чём думаем, так протекает наша жизнь. Чтобы не думать, нужно побеждать себя, видеть чистоту человеческую, учиться, взять изображение святого человека, кланяться ему, увидеть, что он святой. Не просто на картинке красиво, а увидеть его как Личность, почувствовать святость его. Когда вы это чувствовать начинаете, то легче уже почувствовать, понять, что муж тоже хороший человек. И это там внутри. Постепенно искать это хорошее в нём, искать. И потом раз, из-за того, что вы видите хорошее в нём, вы по-доброму с ним говорите, его добро, доброе отзывается в ваших словах. И он тоже по-доброму говорит. Это называется жизнь. Жизнь и у друг друга жить означает, что между сердцами есть добрая связь. Не злая, обиды там, разочарования, а добрая связь. Потому что злая связь означает экзамены, которые мы сдаём через близкого человека, а добрая связь означает победу над судьбой. Если я хорошее увидел в близком человеке, я побеждаю судьбу свою. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Радость надо сначала почувствовать от кого-то, да? Надо повернуться к солнцу. Божественному в людях, Божественному в Боге, в святых людях в Боге. Повернуться к свету означает убрать из головы печаль, тоску, депрессию и начать идти к тому, что приносит счастье, к чистому в людях идти. Вот, допустим, те, которые говорят, что я мракобес, они должны помолиться за меня серьёзно, и думать о чистом во мне. И тогда я буду уже не мракобесом. Я как бы лучше стану, если я не вот этим путём пойду. Понимаете? И так же о ребёнке надо думать, конечно. Вот следующее высказание Джон Рейскин, очень мощное. Покой в душе вашей вы найдёте, если возьмёте на себя ваш крест. Крест что такое? Это судьба. Вот как женщина идёт под венец и плачет, она, значит, взяла крест на себя. То есть она приняла судьбу, что она готова к испытаниям с этим человеком ездить. Он был чужим до этого, человек стал теперь родным. И она с ним готова идти всю жизнь вместе. Крест на себя взяла. Или человек пошёл в институт учиться. Да? Крест на себя взял, учёбы. Это тоже аскеза сильная. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачут близкие друзья горькими слезами. На прощание пожмём мы друг другу руки. И останет тот чей дом мученик науки. Это старая песня такая, длинная. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Это крест. Человек должен принять его с радостью, свой крест. Помолиться, взять его на себя. Покой души вы найдёте, если возьмёте на себя свой крест. Возьмёте, покой души найдёте. Просто спокойно станет жить. Вот мой муж, вот он метр мой с кепкой, вот моя любовь. Вот. Это то, что мне положено по себе. Всё. Да? А он не выбирается. Крест не выбирается. А, вот вы думаете, что вы её выбрали. Это вы думаете так. Но понимаете, как много девушек хороших, Как много ласковых имён. Но лишь одна меня тревожит. Сердце, тебе не хочется покоя. Мы не выбираем. Сердце выбираем. Сердце там сидит Господь. Я уже говорил, как свердуша, как голос совести, Как голос истины, как удача. Как тот, кто выбирает. Когда девушка видит свою судьбу, Она её парализует волю. Она не может ничего сделать. Она чувствует, что вот она судьба. Когда мужчина видит судьбу, А он его парализует. Он уже не может. Он до этого гулял, там балдел. Но когда пришла судьба, Девушка моей мечты, королева красоты, Идёт. Одной ногой пишет, другой зачёркивает. То в этот момент он уже не может выбирать. Мы так думаем, что мы выбираем, Но есть воля Бога, высшая воля. Она сильнее нас. Хоть мы и думаем, что мы выбираем. Выбор означает, откажитесь от этой девушки. Если можете отказаться, значит, это не воля Бога. А если не можете, мучаетесь и не можете отказаться, Значит, крест пришёл ваш. Некоторые люди думают, мы свободны. Я что хочу, то и делаю. Я свободный. Не факт, что мы свободны. Ты не можешь не дышать воздухом. Нет воздуха, тю-тю. Жизни не будет. Тебе придётся кушать каждый день. Ты тоже не свободен в этом. Ты не свободен в том, что тебе придётся Какие-то вехи жизни проходить. Молодость, юность, зрелость, старость. Несвободен. Ты не свободен в том, что тебе придётся жениться. Если не хочешь жениться, тогда будешь страдать. Пожалуйста, в этом ты свободен. Или страдай, или женись. Видите, мы не свободны здесь. Ну, мы говорим, я свободный. Дайте мне свободу. Хорошо, пожалуйста. Нет проблем. Что значит свобода? Свобода означает, делаю, что хочу. Так это не свобода, это рабство. Ты попробуй не делать, что хочу. Вот это свобода. Если ты хочешь курить, попробуй не курить. Это свобода. Если хочешь разрадом заниматься, попробуй не заниматься. Ты получишь свободу. Если тебе хочется матернуться на кого-то, не матерись. Получишь свободу. Когда человек идёт на поводу у своих желаний, он получает рабство. Когда человек побеждает свои желания и делает как надо, тогда он получает свободу. Есть и хорошее желание. Пусть у меня к вам есть чувство, тёплое чувство. Тем, кто приходит на лекции, очень есть благодарность большая. Это хорошее чувство. Это чувство тоже, оно возникает, но его не надо подавливать, потому что оно правильное. Таким образом, есть хорошее чувство, есть плохие. Свободен тот, кто себе поощряет хорошее и подавляет плохое. Это свобода. Но теперь я вас спрашиваю, вам хочется подавлять отношения с этой девушкой? Нет. Значит, всё нормально. Вы получили свой крест. И будете его нести. Но он сейчас, кажется, что он весь в цветах, этот крест. Но потом ветерок цветы сдует и останется в жизни. И это хорошо. Потому что мы должны сдавать свои экзамены. Мы должны балдеть в этом мире. Очень важный сейчас будет раздел, связанный с счастьем. Так же выбрал этот раздел, как то, что связано с счастьем. Поскольку мы можем находить личностей выше нас и взирать их с чувством благоговения или глубокого почтения, поскольку мы и становимся благороднее и счастливее. Поскольку мы можем находить существа, личности, людей выше нас и взирать на них с чувством благовения и почтения, уважения, поскольку мы и становимся благороднее и счастливее. Некоторые спрашивают, что, Олег Геннадьевич, а как развить в себе хорошие черты характера? Они как? Черты характера не раздаются, не развиваются. Они перенимаются. Понимаете? Потому что черты характера — это то, чем мы наказаны. Допустим, у меня есть склонность обманывать, допустим. Это я этим наказан. Я этим наказан. Это моё наказание. Это не является тем, что я могу изменить. Но если я встречаюсь с человеком, возвышенной Личностью, которая не имеет склонности обманывать, и начинаю с благоговением, с любовью служить им в своём сердце, радоваться этой Личности, выполнять наставления, то плохая черта характера уничтожается в моём сердце. Само собой становится меньше и меньше, меньше и меньше. Само собой. Это путь, который должен выбрать каждый человек. Но у нас в сердце есть другая сила, которая говорит, «Нет, я сам». Хорошо. Но из этого ничего не выйдет. Потому что мы не можем убрать в себе то, что не нами дано. Человек рождается с чертами характера, потому что ему положено с этим рождаться. Есть два способа убрать их из себя. Первый способ — страдания. Второй способ — милость. Если человек выбирает милость, значит, что он идёт правильным путём в их жизни, если выбирает страдания неправильно. Вот и всё. Об этом сейчас говорится в этом высказывании, что большинство людей не способны видеть, что есть более возвышенные люди. Например, мне на лекциях высказывают, «А вы где святых-то видели, Олег Геннадьевич?» Да вот здесь прямо могу увидеть. Вот для меня те, кто смотрит чистыми возвышенными глазами, в это время в них я вижу святости, по-другому я на них не хочу смотреть. В других людях этого может быть больше. А я видел людей почти не запятнанных, то есть очень возвышенных. Понимаете? Но если захочешь найти плохое, то можно найти в ком угодно. Ведь даже на Мать Терезу смотрели искоса некоторые. Понимаете? То есть даже на Луне можно увидеть пятна, сравнивается. Луна, она что даёт нам? Луна может быть дружеской планетой или вражеской. Луна что даёт человеку? Она даёт ему успокоение. Она даёт ему близкие чувства, родственные энергии, вот этой близости, родственности, успокоения, сон, отдых даёт человеку Луна. Луна восходит, человек отдыхает, расслабляется. Но если человек видит пятна на Луне, он не видит вот эту вот энергию счастья, которую даёт Луна, он видит пятна на Луне, то значит, что он не будет спать по ночам, он будет ворочаться. Называется вражеское влияние уже. Так и человек может в том человеке видеть пятна, искать в интернет судорожно, что там про него плохо пишут. Понимаете? Такой маразм уже пойдёт, такой маразм. Например, когда вот этот голливудский фильм создавали, Александр Македонский, они решили, что он голубой. И там в фильме это такой красной нитью прослеживалось. И он такой, ура! Такой. Был там у них Александр Македонский такой. Я сразу раз набрал летописи, связанные с Александром Македонским, почитал. Там написано, что он очень аскетичный человек был, очень сильный, смелый, высокий, красивый. Он всегда спал на сырой земле. Всегда жил в молитве. Никогда не брал себе ничего, что было от сражения. Его за это солдаты любили. Понимаете, можно же всё опошлить, если сильно захотите. Из маленького пятнышка можно раздуть целое дерьмо большое сделать. Понимаете, и это всё происходит из-за этого сознания мухи у нас. И потом очень трудно понять, где в истории правда, где ложь. Понимаете, некоторые вообще начинают искать на всех возвышенных личностях какие-то пятна. Зачем это надо? Зачем вы это делаете? Лучше найдите в них что-то светлое и поклоняйтесь этому светлому. И тогда вы почувствуете свет во всех людях вокруг. Понимаете, о чём я говорю сейчас? Я говорю о том, что святость есть в этом мире. Она есть. Есть такая книжка христианская, православная, «Не святые святые». Отец Тихон написал. И он там разбирает вот этих людей, которых он по факту знал многих сам. Он разбирает их вот с позиции их жизни, их стремления к Богу. И эта книжка, она очень показательно показывает, что такое святость. Что святость — это не то, что там просто человек на небушке живёт, спустился чуть-чуть сюда. Нет, он обычный человек, может быть, со своими недостатками. Но так как он сильно устремлён к нектару, к этому сладкому вкусу, к Богу устремлён, поэтому следует за ним пойти, следует поставить его выше себя в своей жизни. Выше себя означает принять, что есть такой идеал в жизни. Потому что, когда мы отвергли советскую власть, мы решили, что вообще не бывает идеалов. Идеалы — это плохо, они приводят к чему-то плохому. Почему нет? Есть и были, и будут. Надо эту культуру возрождать в нашем сознании. Поскольку вы можете находить Личности выше вас, на которые вы взираетесь с чувством благовения или глубокого почтения, поскольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Личности — это важная вещь. В ведических писаниях это главная вещь. Главная. Вот то, что я сейчас сказал, — это главное. Это ключ к победе над своей судьбой. Если человек не может поклоняться кому-то в своей жизни, возвышенному, чистому, светлому, не может поклоняться, значит, никаких шансов. В некоторых священных писаниях считается, что божественно передается через святых. Другие считают, что надо настраиваться на самого Бога, что не надо поклоняться людям, божественным людям, не надо поклоняться. Третьи считают, что вообще не надо даже образ Бога рисовать, надо просто священному писанию поклоняться. И так, и сяк, и так. Всё правильно. Как хотите, всё правильно. Найдите святость и поклоняйтесь ей. Некоторые в священном писании пишут имя Бога просто. Ему поклоняются. Некоторые книги в священном писании, некоторые образу святого человека, некоторые образу Бога поклоняются. И то, и третье, и пятое, и десятое — всё это правильно. Потому что, когда человек видит святость и поклоняется, получает один и тот же результат через любые вот эти источники. Один и тот же путь, результат один и тот же. Ты перенимаешь чистоту в своё сердце и наполняешься этим. Всё. Вот такая схема. Если бы вы всегда могли жить среди архангелов, вы были бы счастливее. Кто такие архангелы? Это высшие живые существа. Есть высшие живые существа. Почему они не показываются перед нами? Почему мы их не видим тут сразу же? Если есть высшие существа, где они, блин? Я не видел. Вопрос, почему мы их не видели? Потому что один взгляд на них полностью изменяет судьбу человека. Ты не видел, потому что ещё рано. Надо изучать, как жить правильно, тогда увидишь. Поменьше смотреть футбол и побольше Библию. Футбол надо? Зачем? Хорошо. Вот так интересно тема. Футбол надо. Кому? Вот если я, допустим, я играю в волейбол, спортом занимаюсь, но на меня никто не смотрит в это время. Если кто-то смотрит, пожалуйста, дайте спокойно поиграть. Не надо смотреть. Ну, я занимаюсь спортом для того, чтобы поддерживать тело. Это хорошая вещь. Хорошая вещь. Но я говорю сейчас о том, что человек двигается, да? А не о том, что сидят на огромные трибуны, да? И смотрят, как 24 дурака гоняют кусок резинки или там кожи. Я же о совсем другом, понимаете? Вот это безумие уже. Чем люди занимаются? Они чего достигают? Вот проведением вот этого времени таким образом. Какой результат? Потеря времени просто. Потому что кто побеждает в данном случае? Время побеждает, а вы проигрываете. Потому что время человека предназначено для чистоты в сердце. Смотрите. Сейчас я вам все объясню. Одну треть жизни человек просто спит. Дальше. Вся юность до 15 лет пусто для самосовершенствования, потому что мозгов нет в это время. Очень трудно понять, что надо заниматься самосовершенствием. Старость очень тяжело. Если человек не развился к старости, его судьба прижимает к земле. Он не может уже думать о самосовершенствовании. У него нет сил. Остается только вот кусочек времени и зрелость. В этот кусочек времени другие 8 часов. Нам надо трудиться, чтобы просто выжить. Получается уже 16. Остается 8 часов. Из них мы должны потратить часть времени на семью. Покушать еще. Тоже нужно. И остается всего у каждого человека примерно 2-3 часа в день. И если он садится, вот эти 2-3 часа, вместо того, чтобы молиться, работать над собой, это его время жизни. Это и есть его жизнь. Все остальное — это просто поддержание жизни. Если он садится перед футболом в это время, он плюет. Тьфу! На свою жизнь. Он ее просто прожигает и все. Потому что это просто адреса времени. Нет смысла. Спасибо, что вы согласны. Спасибо. Я вам очень благодарен. Я тоже любил футбол смотреть, поэтому я так активно как бы занял активную жизнью позицию. Активно очень говорил об этом. Я в лифте разок ехал со своим другом. Человек курил в лифте. Мы ехали на 9 этаж. Мой друг побагровел. Такой в ярость вошел. Он такой крепкий парень. Тот мужик бедный испугался. Загасил зигуре сигарету. А я нормально так, спокойно. Я никогда в жизни не курил, но он только бросил курить. Понимаете, человек всегда сильно отстаивает что-то, когда у него это есть внутри. Я тоже азартный человек. То есть смотрел когда-то там в детстве футбол. И сейчас я против. Видите, как активно против вас взялся. Но вы так никогда не делаете. У меня дедушка облизывал тарелку полностью всю. Говорит, ты, сынок, никогда так не делай. Я тебе тоже облизываю. Простите меня, что я на вас набросился. Что-то у меня там возникло внутри. Если бы мы жили среди алых ангелов, мы бы были счастливее, чем в обществе людей. Интересно, смотрите, что дальше рассуждение. Если наоборот. Мы постоянно думаем о тех, кто ведет себя плохо, то нам придется жить в толпе идиотов. Интересно, да? Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойный предмет поклонения. А вся низость и все злополучие человечества начинаются с привычки всех презирать. И смотрите, как мы живем. Вот вопрос, да? Почему так все хреново у нас стрельно? Все плохо. Колбасы нет, как раньше там. Колбасы нет там. И все. Правительство плохое. Кругом взятки. И мы ходим, и вот эти об этом говорим. Пенсии маленькие. А? Пенсии маленькие. В Ростове жить плохо. И понеслась песня вот эта. Бодяга. Результат какой? Еще один. Да, все. Зарылся в дерьмо называется. Вот что, чему достоин, то и получил. Вот так вот. Нет нигде на этой земле лучше. Нигде нет. Где лучше, скажите мне. Во Франции. Во Франции лучше? Кто сказал? Я. Хорошо, замечательно. Вы там жили? Я была там ровно 7 дней. Ровно 7 дней. Молодец. Вот этого как раз достаточно, чтобы увидеть самое лучшее во Франции. Сейчас я вам раскрываю те трудности, с которыми вы столкнетесь, когда приедете жить во Франции. По сравнению с тем, что здесь происходит. Первая трудность. Люди склонны к легкому поведению. Ну, то есть, очень трудно создать семью. Потому что легкое поведение очень выражено, и у мужчин, и у женщин. Очень трудно создать семью и быть вместе. Очень трудно. Первая проблема. Вторая проблема — беззаботность. Людям очень трудно трудиться просто. Если, допустим, вы будете где-то работать, то постоянно вас будут допекать вот эти люди, которые не будут хотеть работать. Вы будете от этого страдать. И так далее. Я знаю тысячу страданий, которые испытывает человек, живя во Франции. Нет, я хорошо отношусь к этой стране, так же, как к России. Там есть преимущества свои. Во Франции люди теплее. Они более деликатно общаются друг с другом. Хоть и деликатно бросают друг друга так же. В Индии точно так же есть свои трудности, как и в России. Везде есть свои проблемы. В этом мире нет места, где бы человек не страдал. Везде просто свои страдания. Так как мы приезжаем в какую-то страну и видим сначала тот кусочек счастья, который показан снаружи. И фотографируем его. Везде это счастье. И потом, о, вот как здесь жизнь классная. Хорошо, попробуйте. Вы увидите, что очень трудно. Я специально проводил исследование в Америке, которое тоже считаю хорошей страной. Там очень разумные люди живут. Вот. Там есть одна проблема. Там люди очень деликатные, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Все классно. Но есть одна проблема. Им трудно сходиться вместе. Там холод между людьми стоит. Очень тяжело создавать семьи и так далее. Потом дальше служение, забота в этом ракурсе в человеке. А потом контакт, беседа. Благодарность вызывает возможность слушать. И дальше меняется судьба ребенка уже. Точно так же человек, когда пьет близкий или изменяет. Такая же схема поведения. Но для всего этого нужны силы. Откуда берется силы? От чистоты, от святости. Сверху берутся силы. На каждом шаге нужно сначала молитвой и очистить себя. Принять человека таким, какой он есть. Потом служить ему таким, какой он есть. Служить означает с любовью поступать. Не то, что готовить свиньи. Я тебе сейчас готовлю. Служу. Где благодарность, скотина? Вот. Ну то есть, понимаете, это не служение. Служение означает приняла, с любовью служим. Но обкакался муж, начал гулять. Ведь все обкакиваются по-разному. Гулять означает болезнь разума. Есть болезни тела, болезни ума. Есть болезни разума. Что такое болезнь разума? Начал изменять, начал курить, начал пить. Это болезнь разума. Они лечатся с помощью любви. Они не лечатся с помощью отвержения человека. Есть такой Довженко, очень известный нарколог. Он собирал просто людей, которые пьют вместе, жил вместе с ними. Жил вместе с ними. И они общались. То есть, они трудились какую-то часть времени. Потом собирались после работы и разговаривали просто. Запрещено было говорить о спиртном, о своих недостатках. Просто говорили о жизни, о чем-то хорошем. Эти люди бросали все пить. Все за одного. Никто не уходил от него алкоголиком потом. Потому что люди приобретали ценности вот этих близких, возвышенных отношений. И этот метод, на самом деле, он и есть тот метод, который спасает человека. Потому что веды говорят, только через близкие отношения человек может изменить судьбу другого. И близкие отношения именно сильно меняют судьбу. Как сделать так, что судьба человека изменилась? Будь ему близок. Если у тебя есть что-то хорошее, у него тоже будет что-то хорошее. Понимаете, близкие отношения меняют человека. Но близкие отношения в позитивном, а не в негативном. Не обсуждение недостатков друг друга. А пытаться искать хорошее в человеке, с которым ты строишь близкие отношения. Менять судьбу в лучшую сторону. Найдите с мужем, который изменяет что-то хорошее в отношениях. Говорите о чем-то хорошем, возвышенном, важном. И это полностью изменит ваше отношение. Он перестанет изменять. Совесть просто сожрет его. Он не сможет так жить дальше. Почему люди изменяют друг друга? Потому что у них не было до этого сердечных отношений. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, у вас тоже такое может быть. Понимаете, когда есть сердечные отношения с женой, ничего плохого быть не может. Потому что невозможно изменить близкому человеку. Измена означает, не было вот этих отношений. Близость телесная — это не близость. Это просто животное чувство. Близость настоящая — это обсуждение вместе возвышенных истин. Когда я вижу, как жена молится, это означает, что я вижу её по-настоящему. Не когда я её целую и наслаждаюсь её телом. А когда я вижу, как она молится и отношения с Богом строит, вот тогда я вижу настоящего человека перед собой. Какой он есть на самом деле. Когда я с таким настоящим человеком строю свои отношения, тогда измены не бывает. Попытайтесь понять, что такое измена. Когда ты не увидел близкого человека настоящим, ты просто пользовался, наслаждался им. Мать, если она просто наслаждается своим ребёнком, а это сыночек, там туда-сюда, это не означает, что она его знает настоящим. Вот когда она о жизни с ним начнёт разговаривать, вот тогда она узнает его настоящим. Какая мать с ребёнком о жизни разговаривает? Только та, которая живёт в молитве. Которая способна принять ребёнка на уровне его интересов. И тогда он будет сердце открывать. Мама, я хочу вот в этот институт. Она видит, что он не там должен учиться. Не надо его отговаривать. Надо общаться на эту тему по поводу его учёбы. Почему вот так? Видите, через любовь всё преодолевает.